В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Предновогодние дни это не только суета, безудержный шоппинг и детская вера в чудеса. Но и время, когда гадают на будущее не только астрологи, но и весьма уважаемые эксперты, это правда называют прогнозами, и подводят символический рубеж под прошлым. Если и не черту, то уж точно жирную пунктирную линию на минувшей неделе нарисовал самарский губернатор. Картина получилась сумрачная, но с просветами. Так сказать, бочка дегтя и несколько ложек меда. Торжественность речи, порой звучавшей как приговор, подчеркивала помпезность раззолоченного зала оперного театра, который, казалось, как нарочно был создан для такого момента. Это, кстати, была самарская премьера. Послание народу и его слугам предшественники Меркушкина не читали. Ушедший в этом году в скоропостижную отставку Владимир Артиков за свою пятилетку лишь дважды отчитывался перед депутатами. Но происходило это в узком кругу в стенах губернской думы. На этот раз послушать губернатора позвали более тысячи человек – политиков, мэров городов, глав районов, бизнесменов. Четырехчасовой монолог Меркушкина стал настоящим испытанием для собравшихся. И не только временем, но и правдой. Глава 63-го региона не стал подслачивать горькую пилюлю, говоря об экономической стагнации региона, развале АПК и, прежде всего, о масштабе коррупции. К сожалению, в последние годы коррупция в регионе стала восприниматься как норма. Я был поражен, что люди в Самарской области, говоря о откатах и взятках, как об абоненте людей. Один уважаемый человек мне говорил, Николай Иванович, если вы на 50% сократите коррупцию, Самарская область будет процветать. Я ему ответил, 50% мало. 75%, 50% мало. Он мне говорил, что это невозможно. Я хочу сказать, возможно это или невозможно, зависит от людей, которые сидят в этом доме. Я внимаю каждому вашему слову, поддерживаю его, но грущу. При всем том, что, безусловно, что, вероятно, он сказал важные вещи, но я повторяю, я окрашиваю это опытом своей достаточно в России долгой жизни. Меркушкин об этом говорит, об уровне коррупции, о том, что это вот от вас, ребята, зависит. Он прекрасно понимает, что основная проблема это не технические вопросы, не вопросы технологии, это вопросы вот тех людей, которые сидят вчера в зале. Это эти, всех их сменить невозможно, хотя понимаю, что желание такое есть. То, что невозможно и возможно, когда есть желание и политическая воля, Меркушкин доказал на примерах, и это уже ложка меда. За счет пересмотра смет госконтрактов в строительстве в 2012-м удалось удешевить проекты на более чем 2 миллиарда рублей. В таком же режиме жесткой экономии необходимо решать еще две задачи, заявляет губернатор. Увеличение объема ввода жилья на 15-20% и наведение порядка в том, что иначе, как строительным хаосом, не назовешь. Мы вообще должны прекратить точную застройку. Потом проклинать нас будут. Проклинать потомки. Это, как правило, центральная часть города, куда машину поставили, куда ребенка вывезти. И масса других проблем. Еще одна сфера, которая требует скорой помощи, это ЖКХ. Вот уж где промедление смерти. Самарская область входит в тройку самых проблемных регионов. Колоссальный износ инженерной инфраструктуры и абсолютная непрозрачность финансовых схем. Только в этом году было заведено 16 уголовных дел по преступлениям в сфере ЖКХ. И это лишь верхушка азберга. Нас критикует даже прокурор страны, сообщает губернатор и обещает беспощадные меры к тем, кто не будет работать как следует. Я, конечно, понимаю, что все то, что я сейчас сказал, далеко не всем нравится. Но не говорить об этом нельзя. Все мы, прежде всего, власть обязаны говорить правду. Без этого невозможно остановить превращение Самарской области в заурядную правительство. И это уже не фигура речи, а медицинский факт. Диагноз Самарской экономики поставили в начале осени, когда стало известно, что впервые за всю свою историю область из региона донора превратилась в регион-реципиент. То есть, по мнению федерального Минфина, уже не зарабатывает столько, чтобы прокормить себя саму. Еще один неутешительный итог уходящего года. Эксперты по-разному оценивают и его причины, и шансы Самары вернуть утраченные позиции. Самарская область была действительно на лидерских позициях в стране. Мы занимали третьи, пятые позиции, часто впереди Петербурга. В последние пять лет с появлением Артикова и привезенных им людей, очень странных людей, начались очень странные процессы. Самарская область скатилась на 30-е и 40-е позиции по всем основным показателям. По некоторым показателям мы занимали 80-е места из 83 возможных. Мы стали дотационной, рядовой, захудалой провинцией. Если говорить о прохождении точки небозврата, здесь надо говорить не о тяжелых и крайне непродуктивных вообще для региона 10-2-5 летках. Здесь надо говорить как минимум о 4-5 летках. Я думаю, что регион прекратил какое-то свое нормальное развитие где-то, наверное, в году в 90-м. У нас были очень хорошие стартовые позиции. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что все эти стартовые позиции разбазарены безвозвратно. У нас 20 лет было потеряно вообще не знаю на что. У нас очень многие люди обогатились, стали долларовыми, миллионерами, миллиардерами. Ну а регионы от этого как бы ни гречи, ни холодно. Надежду на потепление Николай Меркушкин все же подарил тем, кто ему внимал, пообещав, что к лучшему изменятся дороги и сельское хозяйство, финансирование отраслей увеличится в несколько раз. И областная столица, преображение Самара вполне может быть приурочено к ее 650-летию. Если, конечно, историки смогут доказать, что город старше, чем о нем принято думать, то к юбилею мегаполис вполне может получить не меньше 6 миллиардов рублей. Все, что я, начальник, говорил, безэффективная работа власти, это слова повисают в полнике. Еще и еще раз хочу сказать, мы должны очень хорошо все, начиная от мэров, губернаторов, все по-другому совсем посмотреть на себя. Я безумно рада всякому состязанию властей друг с другом. Это начало диалога, мы должны радоваться этому, начало диалога двух самостоятельных, независимых друг от друга ветвей власти. Это меняет и Дмитрий Игоревич, это меняет нас с вами, это меняет губернатора, это меняет в конечном итоге жизнь вокруг нас. Я думаю, что нынешняя система взаимоотношений, с учетом просто вот как бы характера Меркушкина, как я себе его понимаю, она гораздо более интересная и продуктивная, и она более выгодная для Азарова, потому что Азаров человек, он такой, он максималист в работе, ему всегда хочется, чтобы было лучше. Вот он не может вот этого, да, вот, если что-то сделано, он всегда в этом найдет, даже в первую очередь в том, что он сам делает, какой-то недочет, ну, надо вот, ну, такой человек, да. И я считаю, что в силу вот этого его характера и, в принципе, абсолютно явного желания что-то сделать там для города, я считаю, что для него Меркушкин это, в общем-то, находка. Вот система взаимоотношений за те 20 лет, о которых мы, например, говорим, да, это в первый раз, на мой взгляд, очень приличная и продуктивная система взаимоотношений в область города. После Росовского вы не назовете ни одного мэра, который бы так эффективно работал, как Азаров, даже Сысуев, потому что все мэры после Росовского были не хозяйственники, не завхозы, а политики. Поэтому они и ссорились с губернаторами. Ну, и Сысуев, и Лиманский, Сысуев в чуть меньшей степени, и Лиманский в огромной степени просто на ножах были с губернией. Соответственно, город не получал ничего от области. Азаров, в хорошем смысле слова, завхоз, он не лезет ни в какую политику. Он занимается городскими делами. Ну, это же замечательно. Городских проблем на этой последней неделе уходящего года хватало. Давало о себе знать авария, которая случилась на сетях Волжской ТГК в ночь на 18 декабря. Напомню, прорыв теплотрассы оставил без тепла почти 20 тысяч человек. Не работали 5 школ, 7 детсадов, поликлиника, детский приют Надежда, дом ветеранов. А в двух районах, промышленном и Кировском, объявляли чрезвычайную ситуацию. Режим ЧАЭС сняли еще 21 декабря, но работы по ликвидации его последствий продолжались. Не во все квартиры вернулось тепло. Вдобавок ко всему, в 74-м доме под Димитрово произошел пожар, сгорела крыша. Не исключено, что из-за проводки электрообогреватели ведь работали круглосуточно. Самарский мэр побывал на месте пожара, затем отправился в 157-ю школу. Там был развернут штаб, где погорельцы могли согреться, поесть и при необходимости переночевать. Из коммунального коллапса будут сделаны оргвыводы. Уже на совещании заявил Дмитрий Азаров и потребовал, чтобы компетентные лица не тянули с расследованием причин аварии. Она выявила целый ряд проблем. Проблем, как в технической оснащенности крупнейшей энергетической компании Самарской области. Вернее, в отсутствии таковой технической оснащенности. То, что нужно закупать, нужно закупать, чтобы было, чтобы мы подстраховывали уважаемые частные энергетические компании, значит, сами, если по-другому не получается. У нас как деньги собирать, так трубы частные, как аварии, так городские. На будущее не мешало бы подстелить соломки. Городским службам Азаров дал распоряжение последнюю рабочую неделю года работать так, как будто ЧП уже случилось. Неделя у нас впереди есть. Неделя рабочая, неделя насыщенная и длинная. Проведите тренировку. Проведите тренировку, запуск дизель-генераторов на этой неделе. Потому что, если потребуются выходные дни, чтобы у нас все было уже отлажено. Боевую слаженность накануне длинных выходных необходимо проверить. Припомнил мэр на совещании об еще одном своем поручении. Пару недель назад я уже рассказывала, как под шквал критики попало руководство Октябрьского района за то, что не следит за порядком на трамвайных путях. Тогда ты выяснила, что дьявол спрятался в деталях, а точнее в сантиметрах. Сдвинулся на шаг. И вот уже эту территорию обязаны убирать не ТТУ, а районные чиновники. А мусор, как назло, проявляя несознательность и полное отсутствие знаний о четких границах, летает с одной территории на другую. Дмитрий Азаров тогда призвал покончить с этой поручной практикой, а главам районов настоятельно рекомендовал регулярно кататься на трамвае. Мол, это полезно для расширения кругозора. Но услышали это не все, в том числе и руководство Октябрьского района, к которому и было больше всего претензий. На трамвае катаете? Нет, Катерьевич. Ну и чего? У Сараева выручка падает. Из-за того, что сотрудники администрации районных и городских на трамваях не ездят. Он жалуется все время. Говорит, не будет убираться на трамвайных путях, пока не начнете пользоваться электрическим транспортом. Коллеги, я по городу в субботу много ездил, и, к сожалению, хочу сказать, что трамвайные пути, Дмитрий Михайлович, практически нигде не убрано. То есть улица чистая, газоны чистые, пешеходная зона, в середине полоса трамвайная, с бумажками, с мусором и так далее. Пожалуйста, в одни руки все отдавайте, пусть это уплатят, но убираются. Но я вижу, что этого не произошло. Коллеги, спасибо за ваши пешие прогулки. Прокатитесь еще на трамваях, проверьте, как там отопление включает, не включает, и посмотрите по сторонам. К пешим прогулкам глав районов Азаров приучает чуть ли не с первого дня своего мэрства. За два года такие променады берут под козырек чиновники, стали для них нормой. Я этому завету внял с первого дня своей работы. Конечно, ходим, а как иначе мы все проблемы можем изучать? Только путем своих ног, извиняюсь за выражение, иначе проблемы не поймешь. Когда люди говорят, что ямы, колобины, лужи внутри кварталов, когда они убираются, дворники не выходят, куда управляющая компания не реагирует, машины ты не увидишь. Так, глядишь, посопротивляются немного районные главы новому мэрскому указанию быть ближе к народу, да и привьют себе еще одну полезную привычку – поездки на трамваях. Выхода все равно другого нет. Мэр про это вряд ли забудет. Я прокатился на трамвае, в принципе, последний раз в понедельник. А так как у меня район маленький по протяженности, и трамвайные пути у меня находятся на проезжей части, то у нас проблемы мусора на трамвайных путях в Самарском районе нет. Вам повезло? Нам в этом плане повезло. Ну а если вам повезет, и уже в следующем году в трамвайном вагоне вы встретите главу своего района, не пугайтесь, это не галлюцинация, вызванная затяжными праздниками, а вполне себе реальность. И не упустите свой шанс, жалуйтесь, если есть на что. А я на этом прощаюсь с вами. До следующего года. Удачи вам. В наступающем. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.